Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ представляет Как вы считаете, это какой-то все-таки Рубикон, что мы видим вот такую интересную ситуацию с ценами на нефть? Я думаю, что, конечно, это все отражение того мирового финансо-экономического кризиса, который сегодня имеет место в стране и в мире. И понятно, что эти мировые тенденции, они не могут обойти нашу страну стороной. И, конечно, отражение падения цены на нефть – это отражение общего падения экономики всей мировой. То есть нет производства, нет потребления. Понимаете, да? То есть я не знаю, можно этому радоваться или, наоборот, скорее опечалиться. Почему? Потому что, на первый взгляд, вроде бы для потребителя это приятная новость, что цены падают на нефть. И, соответственно, все-таки снизились цены на бензин. Если, скажем, на заправках они не так существенно снизились, то оптовые цены действительно упали очень серьезно. То есть на заправках заработают конкретно? То есть, получается, прибыль, которую получают сейчас заправочные станции, не их сумма космическая? Да, прибыль, которую сегодня заправки получают, она равна почти 100%, если даже не больше. Потому что закупочные цены оптовые, где-то требуются на бензинах 92-95, в пределах 12-13 гривен за литр. А продается на заправках от 20 и до 25, ну, зависимости от того, какие заправки. То есть, если бы у нас в Украине существовал, или, вернее, работал антимонопольный комитет, мы бы, конечно, тогда увидели цены гривен по 15. А так мы видим, что что видим. Вы правильно заметили, антимонопольный комитет, он вообще до юра существует, а де-факто он просто не работает. И, соответственно, мы видим проблему не только на рынке нефтепродуктов, но такая же проблема и на рынке продуктов питания. Вы обратите внимание, как растут цены магазина, обратите внимание, как растут цены на абсолютный счет ААР. Вот я обратил внимание, что даже бортировка колеса еще месяц назад до кризиса стоила 800 гривен, сегодня она уже 960 гривен. Понимаете, да? Ну и так далее. Так что такие мелочи, на первый взгляд. И ведь затраты-то не выросли, а цены растут. А может, все-таки втихаря где-то печатают гривны? Ну, вы знаете, конечно, этого нельзя исключать. У нашего президента и правительства не осталось другого выхода, 50-я гривна. Ну, по большому счету, скажем так. Просто если бы они были здравомыслящие и понимающие экономику люди, они бы это делали правильно. То есть можно такую федерацию делать, ну, точнее, не инфляцию, а можно делать эмиссию. То есть выпускают деньги оборчения, но их надо делать эмиссию целевую под конкретные программы. Программа развития там аграрного производства, программа развития там самолетостроения, программа какая-то конкретная по строительству какого-то, скажем, самолета, Ан-40, например, да? Вот есть спрос на него, да. Можно попытаться делать эмиссию целевую для производства той или иной продукции. А вот объясните, если, например, мы получаем продукт, а он уже имеет стоимость, понимаете? А вот если, например, эмиссии погасить долги перед коммунальными предприятиями граждан Украины? Объективно сейчас все равно, что экономика стоит, люди не получают зарплату. Если бы мы погасили кредиты вот этим предприятиям, где инфляция, если просто деньги обнуляются и все? Да, конечно, по большому счету, это было бы справедливо. Почему? Потому что вы знаете, что вот эти все коммунальные предприятия, предприятия теплокоммунэнерго и энергогенерирующие эти компании, они за эти годы так нажились на сверхдоходах, которые они получали от вразы завышенных коммунальных тарифов, что я считаю, было бы абсолютно справедливо, если бы они сегодня погасили за свой счет вообще все эти долги, даже без эмиссии. Это было бы совершенно справедливо, поверьте мне. А они могут это сделать физически чисто? Физически, конечно, они могут, но они же эти деньги украли, это же не заработали. Знаете, зарабатывать, это честно зарабатывать. Если украли, так они где-то уже далеко в офшорах, а не в Украине. Не, ну я понимаю. Нужно же аргументировать, откуда взяли эти суммы денег. У них деньги тут сейчас в Украине, а очень большая часть активов тут на территории Украины. Вот взять даже только группу ДТЭК, например, и так далее. Ведь у него огромное количество активов энергогенерирующих. И, кстати говоря, это же вообще нонсенс, что в Украине, где генерируют электроэнергию, да, у нас цена на электроэнергию выше, чем та цена, по которой мы продаем в Европу. В Европе сегодня цена колеблется где-то в пределах 740, ну если перевести на гривну. 744 где-то гривны на мегаватт час, а у нас 1446, по-моему, гривен на мегаватт час. Вот посмотрите. А вот еще такой вопрос, вот если мы возьмем развитые страны, там, Европы, вот очень Америка любит сейчас вот пользоваться таким инструментом, он в экономике называется вертолетные деньги. То есть это деньги, которые просто условно разбрасывают вертолеты для того, чтобы люди имели возможность покупать и таким образом стимулировали свою экономику и так далее. При коронавирусе, получается, триллионы долларов выделили просто вот как раз вот на эти вертолетные деньги, которые распределяют каждому гражданину Соединенных Штатов Америки, там, кому 500, кому там 1000, там, и до двух. А почему, например, в Америке не думают о том, что у них будет гигантская инфляция и так далее? Почему они не боятся всех этих процессов? Ведь нас пугают этими процессами и аргументируют, почему, например, Зеленский не печатает. А почему там можно, а нам нельзя? Понимаете, в Америке все можно. Почему? Потому что это страна, которая сегодня, к сожалению, де-факто, дегивера вроде как нет, а де-факто она управляет всем миром. И она управляет всей финансовой системой мира. А если страна, точнее, Федеральной резервной системой, которая управляет этой самой Америкой и всем миром, если она сама печатает деньги, сама делает эмиссию бесконтрольно, да, уже на протяжении последних 50, как минимум, лет для всего мира, а если брать для Америки, то это начиная с 1914 года, когда была создана Федеральная резервная система, да, то вы же понимаете, что для владельцев денег, для тех, кто их печатает, для них никаких ограничений нет. То есть фактически заплатят за вот эти доллары другие страны, в том числе и Украины? Конечно, конечно. Ну, вы же посмотрите, вы думаете, вот эта пандемия, так называемая, вирусы, она что, случайная? Это не случайное явление. Это заранее продуманная, совершенно хорошо просчитанная акция. Я уверен, что Соединенные Штаты Америки и именно вот эта вот самая федеральная резервная система имеет прямой интерес. Почему? Ну, обратите внимание, соотношение доллара к золоту, как изменилось, за этот, месяц-полтора. До этого грамм золота стоил где-то порядка 35, максимум 40 долларов за грамм. Сегодня он стоит где-то порядка 55-65 долларов за грамм. То есть инфляция произошла практически на 50%. А это значит, что все деньги, которые до этого момента были напечатаны и выпущены, проданы в обращение американцам, то есть они же не просто их печатают, они их продают. Причем часть денег продаются наличные, а есть деньги, которые продаются без наличной формы. Это вообще просто учетная запись в книге банковской, которую ведет Брнард Барахов, о котором мы говорили, кстати. Это банк, стандарт чартеры банков Америки. Этот банк, который контролирует все движения, вот эта учетная книга записала, что они выпустили обращение очередных 5 триллионов долларов. Но это же не деньги, это воздух. Ну то есть фактически они выпускают бумагу, а получают товары, услуги и так далее. То есть они получают реальные товары, то есть реальное золото, реальная нефть, реальная древесина, реальные алмазы и так далее. Поэтому все, что можно купить открыто, они уже купили? Да, они практически все, ну вот всю украинскую землю осталось докупить, и тогда уже практически все будет. По поводу земли, вот как известно, из открытых источников в Украине государству принадлежит сейчас примерно 11 миллионов гектаров земли, если я не ошибаюсь. Да, да, 11,4 гектара. И если мы даже вот отбросим все вот эти за и против продажи земли, и вот просто посчитаем сумму денег, которую Украина может получать, если она эту землю просто сдаст в аренду. Ну вот просто сдать в аренду, это примерно в год, там в районе 100-150 долларов, примерно вот такая вот стоимость рыночная. Я расскажу, да. То есть это уже получается где-то полтора миллиарда долларов в год. То есть, собственно, это по сути живые деньги, которые можно исключительно государству получать от сдачи своей земли. А куда сейчас, получается, эти деньги деваются? Собственно, где эти все деньги, и почему нам рассказывают, что лучше эту землю продать? Если вот чистый доход, из этого вот полтора миллиарда, причем стабильно каждый год такая сумма. Смотрите, на самом деле вы немного ошиблись в дулях. Да? Даже так. Почему? Дело в том, что, во-первых, если сдать в аренду, если не продавать землю, да, а сдать в аренду только одну государственную землю, которой в Украине насчитывается порядка 11,4 миллиона гектар, да, то мы получим где-то порядка, как минимум, 3-3,5 миллиарда долларов ежегодного чистого, повторяю, чистого дохода. Это только, если мы сдадим вот эти вот 11,4 миллиарда, а у нас есть всего 47 и где-то 0,2 миллиона гектар земли, орны, на территории Украины. Вдумайтесь. То есть мы можем получить практически в 4 раза больше. То есть если бы мы всю землю сдали в аренду по нормальным расценкам, по тем, по которым мы сегодня ее сдаем нашим даже отечественным товаропроизводителям в терминах, да, и не слушайте тех вот обманщиков, которые звонят там на телевидении, как, если говорить, Алексей Мышак, бывший депутат, а сейчас он свидетельник президента Зеленского, да, вот как-то я у вас был на передаче, а у него брали интервью, и он спорил с вами и рассказывал, что надо продать землю, как это важно, помочь бабушкам и дедушкам, только он не сказал, что именно он, вот этот, я бы сказал так, негодяй, да, это именно он предлагал бабушек и дедушек отобрать пенсии и лишить их пенсии всех, чтобы их содержали дети. Ну вот человек с таким вот мировоззрением, с таким подходом, да, представьте себе, он ратует тут опять за дедушек и бабушек, чтобы они могли продать землю. Если он до этого хотел их лишить пенсии. Понятно, а вот если вернуться все-таки в конкретные цифры. Я говорю, в конкретные цифры вернуться. Если мы эту землю будем сдавать нашим отечественным фермерам в аренду, либо же иностранным, это не важно, надо диверсифицировать риски, и, соответственно, где-то 3 четвертой земли, вот так как оно сейчас есть, сдавать в аренду фермерам отечественным, и 1 четвертая часть земли сдавать фермерам иностранным, опять же, тоже разным, разных стран. Хорошо, а вот сейчас сколько денег получает государство от арендов? И мы будем иметь доход где-то на уровне, ну вот считайте, где-то от 200 до 300 долларов арендная плата сегодня идет за гектар земли. Ну, возьмем, к примеру, 200 долларов. 200 долларов. У нас есть 47 миллионов гектар земли. Вот умножьте 200 долларов на 47 миллионов, это получится где-то порядка 94 миллиарда долларов. Вот это то, что мы можем получать ежегодно, ничего не делая, если бы земля была вообще вся государственная. А так, вот 3 четвертых получают эти деньги люди, как это ни странно звучит, кто бы что ни говорил, что там платят картошкой арендную плату, это ранье. На самом деле платят живыми деньгами в основном. Есть люди, которые хотят взять зерно, ну у них же дома, скажем, они держат какую-то там птицу, может, или каких-то животных домашних, да. Соответственно, им надо там ячмень, там груза и так далее. Они берут некоторую часть деньгами, а часть товаров. Так вот, а где эти деньги, собственно, если сейчас государство может получить даже с 11 миллионов, так откуда? Они же их получают на какой-то счет или как? Так я же вам и хочу сказать, что как раз именно за счет этих денег Украина и выживает сейчас. Это просто никто об этом не говорит и не знает. Поверьте, порядка минимум 10 миллиардов долларов ежегодно в бюджет поступает от налога на добавленную стоимость, только от одного налога на добавленную стоимость с аграрного сектора. Потому что его обдирают по всем направлениям. То есть и при продаже своей продукции, если тебя берут налог на добавленную стоимость, и при том, когда ты закупаешь какие-либо расходные товары, ты тоже платишь налог на добавленную стоимость. Конкретно фермеры, когда платят за аренду, куда эти деньги исчезают? Куда деньги исчезают, которые аграрии платят за аренду вот этих 11 миллионов государственной земли? Нет, государственная земля, она не все находится в аренде у частных лиц. Но она же обрабатывается? Обрабатывается, да. Частично обрабатывается государственными предприятиями, а где-то половина обрабатывается частными лицами. Вот именно эта земля сейчас используется действительно неэффективно. Ну, я знаю очень много случаев, когда местные администрации злоупотребляют и занижают процентные ставки по аренде вот этой земли. Это действительно такой факт есть. Но опять же, видите, власть, она же все хорошо видит. Однако она никак не реагирует на это. И несмотря на то, что я обращался, неоднократно говорил, об этом писал, но реакции все равно нет. Хорошо. То есть, получается, эти деньги, которые платят за аренду в государство, они куда исчезают? То есть, почему мы их не видим? Почему суммы эти не озвучивают? Почему не озвучивают те суммы, которые мы будем терять, если эту землю продать частную собственность? Потому что если продать, тогда будут зарабатывать совсем другие люди, не государство. То есть, конкретно сколько государство сейчас потеряет, если условно завтра землю продадут? А я уверен, что Зеленский все-таки подпишет закон, который так активно лоббировал. Конечно, вот этот факт, что именно Зеленский является главным инициатором закона о продаже земли. Естественно, что все эти доходы уйдут иностранным компаниям, транснациональным, понимаете, да? И цель-то, в общем-то, не только сиюминутная, получать доходы эти, которые могли бы получать мы. А цель для него идущая – это получение жизненного пространства для других каких-то народов и государств. Это первое. Потому что орная земля в Украине составляет 73% от ее всей территории. Поэтому не надо воевать, чтобы захватить территорию. Можно купить государство. Вот то, что хотят сделать некоторые круги на Западе, они просто хотят купить Украину за бумажки, а наш легковерный народ готов продаться за это. То есть то, за что наши деды отдавали свои жизни и проливали их кровь, вот это все наш народ готов сегодня продать без сцены. И это, конечно, мне кажется, самая позорная страница в истории нашей вообще Украины. И народ с таким, знаете, с такой алтинностью и с таким неуважением к своему прошлому и прошлому своих предков, он не достоин жить в независимом суверенном государстве. По всей вероятности, если мы продадим землю, мы потеряем это государство. А вот следующий такой вопрос. Какие сейчас максимально распространенные схемы среди аграриев? Я так полагаю, чтобы не платить налоги, очень часто аграрии уходят от договора аренды с паевиком. И таким образом получается, если у них нет договора, если они работают в черную, то получается по документам якобы паевик обрабатывает эту землю, а фактически ее обрабатывает аграрий. И вот эта схема, я так понимаю, самая распространенная или есть еще более распространенная? И детально расскажите про эту схему. К сожалению большого, так произошло у нас в стране. Посчитаю, как особенно Зеленский объявил о продаже земли. Вы знаете, люди стали просто терять здравый рассудок. В прямом смысле слова. Вот точно так же, когда мы видим факты, я буквально недавно читал в интернете, что в одном из сел жители этого села подожгли дом санитарки местной амбулатории медицинской из-за того, что она заболела коронавирусом. Представляете, да? А с чем взаимосвязано? Я вам дам объясню взаимосвязать. Я хочу показать, до какой степени упал морально-психологический, этический, человеческий образ наших людей, что они готовы ради собственного эгоизма пойти на то, чтобы сжечь свою односельчанку, просто за то, что они боятся от нее заразиться терроромавирусом. Вот сейчас послали точно такая ситуацию и с землей. Из-за своей алтинности и жадности люди не понимают того, что землю нельзя продавать, землю нельзя сейчас никому продавать, но при этом землю они пытаются забрать себе, не зная, что с ней делать. Это первое. А второе, они готовы за то, чтобы какие-то непорядочные, нечестные серверы предлагают на 100 гривен больше, на 200, на 300. Условно говоря, умышленно предлагают больше, чем добросовестный фермер, который обрабатывает эту землю, не платит налоги. Естественно, за счет того, что он платит все налоги, он платит немножко меньше арендную плату, чем те пытаются предложить. А порой даже и так делают арендную плату, но они привозят там со стороны какой-то мешок сахара или мешок капусты полугнилой. И люди даже вот за этот мешок сахара мокрого, где его там должно быть 50 килограмм, а если его на самом деле 40. То есть вот эти недобросовестные арендаторы, такие черные, они не внушаются никакими аферами. Они идут на эти аферы, они подталкивают людей к тому, что да, вот защищи со мной договор, нефициально. Я тебе больше заплачу, я тебе дам мешок сахара. Ну, это понятно, что вот если брать вот эти крысиные бригады... Да, человек соглашается на такой договор, он пишет заявление, что якобы он будет обрабатывать землю сам. Но вы же понимаете, ну, как могут обрабатывать сами земли люди, которым по 70-80 лет. Более того, у них нет ни геотехники, у них нету средств оборотных, у них нету знаний. Это понятно, понятно. У них нету понимания, что такое семена, гербициды, песетисиды, флуициды. Если получается уйти от вот этих вот крысиных бегов, которые на низовом уровне, там, где вот идет такая, в общем, по сути, торговля за то, кто там больше предложит, там, или один ферм, или другой. Если мы возьмем ситуацию больше в масштабах Украины, вы как экономист, какие все-таки дальше будут шаги власти? То есть, я так полагаю, что увеличат налог на землю, таким образом станет невыгодно ее обрабатывать. То есть, вот, что будет делаться после того, когда уже селяне получат в собственность вот эту свою землю, будут иметь право ее продавать, накупят земли, потому что есть и такие-то местные царьки, особенно, которые там много-много лет сидят на этих самых селах, которые уже поднаворовали, и, скорее всего, они решают вопросы с местной громадой, чтобы земля плавно перетекла с громады в их частные закрома. Что будет дальше? Каким образом будут, условно, эту землю рейдерить уже заграничной корпорацией? Ну, вы знаете, вы правильно заметили, что первая стадия – это будет попытка захвата земли местными такими мелкими олигархами и крупными украинскими олигархами, так? А затем наступит вторая фаза, то есть когда начнут действовать уже по команде Запада от вот этих всех людей, которые управляют международным валютным фондом, мировым банком, европейским банком развития реконструкции, вот этой мировой финансовой элитой, то есть которая поставила себе целью скупить украинскую землю, она уже действует, она, так сказать, не откладывает это в долгую ящисть, а поверьте, что как только будет принят закон и подписан президентом, окончательно, сразу же будет встречен механизм, один из механизмов, который залоген в этом законе, и его, скажем так, атомная бомба, этого закона. Это то самое, такое, так сказать, действие, когда будет произведена переоценка кадастровой стоимости земли. Ну, как бы под благовидным предлогом, учитывая, что украинская земля, она дорогая на самом деле, будет повышена минимальная оценочная стоимость земли и установлена где-то на уровне порядка 10-20 тысяч долларов за гектар. Для простых граждан это благо, и они будут этому радоваться, не понимая, что за этим последует. А за этим последуют следующие действия. Так как поднимается цена земли, ну, скажем, в 10-20 раз, соответственно, поднимается абсолютно, в абсолютном выражении вот такие 3% стоимость арендной платы. То есть арендная плата уже будет составлять не где-то на уровне, как сейчас она, 250-300 долларов за гектар. Она будет уже составлять 1200 долларов за гектар. А скажите мне, покажите мне хоть одно предприятие сегодня на Украине, аграрное, которое имеет доходность выше хотя бы 300 долларов. Я очень сомневаюсь, что сегодня есть много предприятий, которые имеют доходность выше 300 долларов. То есть так они убьют, по сути, предприятия всех этих мини-местных олигархов и наших олигархов. Стоимость земли сразу в абсолютном выражении при тех же самых 3% от кадастровой стоимости земли, которые заложены в законе об аренде земли, там чутко прописано, что арендная ставка не может быть меньше 3% от кадастровой стоимости земли. Соответственно, если кадастровая стоимость земли повышается в 20 раз, то в 20 раз повысится в абсолютном выражении стоимость арендной платы. И налога на землю. Конечно. А вот это следующий этап. Налог на землю поднимется тоже в 20 раз. То есть возникает патовая ситуация для людей. Даже те, кто не хочет продавать землю, они будут вынуждены это сделать. Почему? Арендаторы уже не захотят брать эту землю в аренду. Они не смогут физически обрабатывать, потому что она будет убыточная вообще эта деятельность. А частные лица, владельцы земли, они не смогут удержать землю, потому что плата налогной земли и жирной будет такая высокая, что их доходы не в состоянии удерживать эту землю. Вот тогда и будет такая земля отдана банкам в качестве налога под кредиты. как бы. А естественно, эти кредиты тоже люди простые, они их просто проедят. То есть людям банки просто в этот момент предложат кредиты с хорошими условиями, которые люди будут заведомо брать, понимая, что они их не вернут, что они просто отдадут банку землю. Да, да. То есть это фактически бенефициаром главным являются банки, которые все это дело скупят. Конечным бенефициаром украинской земли станут через банки разные на территории Украины, основные через иностранные банки, конечными бенефициарами станут транснациональные компании, а если точнее, владельцы этих компаний, которые входят в финансовую элиту всего мира, которые и управляют финансами всего мира, и делают эмиссию доллара, евро, иены и так далее. Поэтому, поверьте мне, простые люди об этом не знают, но я вам скажу так, как оно есть на самом деле, не верьте никому, что эмиссия евро, доллара и иены сейчас производится не в сговоре между этими странами. Это все происходит заранее оговоренным четким условием и так далее. И играть на курсе валют на форекс, на рынке форекс, это, знаете, это как играть в натурские, приблизительно так же. То есть, когда человек, который ведет игру, он заранее знает, какой будет результат. И вы никогда не угадаете, потому что там система вычисляется так, делается, что предугадать курс невозможно. Вначале тебе дают заработать, а потом все у тебя забирают. Ну, как в казино, например, так, чтобы было более понятно. То есть, казино на яичку вначале дают заработать, но у него появляется азарт, но азарт это такая вещь очень опасная. понимаете? А вот следующий вопрос тогда. Мы привыкли к инфляции по гривне. Мы понимаем, что гривня каждый раз девальвирует в отношении доллара. Мы понимаем, что гривня обесценивается в десятки, порой и в сотни раз получается. И мы почему-то не видим второго уровня инфляции. Ведь по доллару тоже есть инфляция. По евро тоже есть инфляция. Эти инфляции высчитывают официально, якобы в Америке, у них там своя, как-то не высчитывают, в Европе свое. А если вот брать по миру, инфляция по доллару и по евро тоже есть, то есть тоже, и доллар и евро обесцениваются, потому что количество этой бумаги все равно продолжают печатать и печатать и печатать. И вот здесь самый интересный момент. Какая реальная инфляция по доллару и по евро в год, если брать не конкретную инфляцию в Америке или в Евросоюзе, а именно по миру, потому что именно здесь самое важное. Вы знаете, оно все взаимосвязано на самом деле. Дело все в том, что, понимаете, вы правильно подметили, это то, о чем я начал так говорить, но не досказал до конца. Вся проблема в том, что вот американцы, когда они выпускают свою валюту, да, делают ее эмиссию, ну, как это называется на официальном языке, они ведь никак не привязывают эту эмиссию к объему товаров, которые есть в данный момент в обращении мира. Так? Хотя доллар считается мировой денежной единицей, расчетной. 71-го года. Так было принято на МАТ-инференции, ну, а потом уже страны, бывшие по-светски, они автоматически подпали под эту систему. вот. Ну, а в результате, я хочу сказать, что, знаете, в результате произошла ситуация, когда все страны были обворованы. Обворованы просто на сумму, где-то я рассидовал, но это, конечно, неофициальная информация, они вам ее никогда в жизни не захотят подтвердить, ибо это называется мошенничество в чрезмерно крупных масштабах. Вот. Так вот, выпущена была этой валютой сегодня-то порядка на один квадриллион и триста триллионов долларов. То есть один квадриллион и... Один квадриллион. Квадриллион. Да, квадриллион. И триста триллионов. Триста триллионов. Для страны, чтобы было понятно, что это за сумма, я вам скажу, что на сегодняшний день здесь мировой воловой внутренний продукт и вся продукция, которая вырабатывается во всем мире, и интеллектуальная собственность, и материальные товары, как там машины, там, нефть, бензин, так далее. Да, и всякие деривативы, да, всякие бумаги ценные. Ну, вы знаете, в целом общая стоимость, общая величина вот этого мирового ВВП целибрируется от 85% в смысле от 85 триллионов долларов до 100 триллионов. А теперь представьте себе, получается, что за эти годы в обращении выпущена денежная масса, которая в 13 раз как минимум превышает мировой воловой внутренний продукт. То есть, если сейчас все страны мира одномоментно, придя из Соединенных Штатов доллары для их отоваривания или золотом, или товарами, америка 13 раз подряд станет банкротом, понимаете, или же ей придется что-то все-таки возвращать. Вот так вот, чтобы это... Это, наверное, из мира фантастики. Да, так как они не привыкли никогда ничего никому не возвращать, значит, да, соответственно, они вот и делают вот эти пандемии, устраивают, по миру, периодические очередные кризисы мировые, мотивируя это якобы то ли кризисом перепроизводства, как они это называют. На самом деле ничего кризиса перепроизводства нету и не было никогда. Даже Великая Депрессия в Америке это был тоже не кризис перепроизводства. Это все было так называемое искусственное сжатие денежной массы. То есть то стоит под силу, потому что они контролируют все банки всего мира. Они контролируют они являются либо прямыми учредителями, либо опосредственными. А вот следующий вопрос тогда. Если брать ситуацию на Украине, то как Вы считаете, есть ли в Украине политическая сила, которая способна противостоять всем этим персонажам и из уже существующих. Смогли бы Вы с уверенностью сказать, что те ребята что-то смогут? Я так думаю, на Украине такой силы нет пока. Я думаю, что она может возникнуть в ближайшем будущем, если объединяться все самые интеллектуально развитые и порядочные и честные люди, у которых есть цель главного это сохранение государственности Украины и сохранение в целом нашего народа Украины здравия и благополучия. Вот те люди, которые есть по природе свои государственники, они думают не только о своем кармане, а все-таки думают о людях. Вот эти люди должны прийти в власть. Если они придут в власть, они смогут остановить этот процесс хотя бы, как говорил Ленин, в одной отдельно взятой стране, построить нормальное общество с нормальной экономикой, а затем к нам могли бы присоединиться все остальные страны бывшего постсоветского пространства. А вот если брать ситуацию, как выходили из сложных экономических условий другие страны, и, кстати, вот Россия, когда вводили санкции и прочее, там очень распространено понятие мегапроекты, например, космодром начали строить, или там другие дороги, или крупные инфраструктурные проекты, то есть получается фактически все необходимое есть внутри страны. И вот что вот у нас Украина может предоставить в качестве вот такого мегапроекта, что такое может Украина начать, какие конкретно мегапроекты, которые смогли бы а, занять очень большое количество людей, то есть фактически создать очень быстро рабочие места, б, так это эмиссии гривны, не создавать тех негативных инфляционных процессов, которые могут создаваться, то есть в какие конкретно мегапроекты Украина могла бы инвестировать, с учетом того, что мы вырабатываем и сталь, и много других интересных товаров, чтобы, например, по минимуму зависеть от закупок за границей, и все-таки сконцентрироваться на том, что мы сами можем производить, какие мегапроекты мы можем предложить, трассу Одесса-Рени, или как? Вы знаете, таких проектов может быть достаточно много на самом деле, но это все надо садиться и просчитывать, но я могу пока что так сказать, ну вот, на первый взгляд, без даже детальных расчетов, могу сказать, что одни из наиболее наиболее на сегодня в Украине оптимальных и первостепенных задач это развитие аграрного сектора, это развитие новых технологий. То есть это систему огорошения строить? Не только, это одна из однейших систем, это, конечно, система огорошения. Вы видите, это изменяется система. Раньше, получается, все вот эти годы независимости воровали системы огорошения, которую строили в Российском Союзе, выкапывали трубы из земли, а теперь их нужно обратно закапывать. Понимаете, да, проблема нашей страны в том, что вот я, когда начал заниматься сельским хозяйством, где-то в 2005-2006 году, столкнулся с проблемой, когда еще при мне докапывали последние трубы бывших орошаемых систем в нашем сельском хозяйстве. И вот тогда, конечно, я понимал, что это трагедия, но остановить это было нельзя, потому что в стране как тогда был бардак, так и сегодня. Сейчас, правда, намного больше, чем тогда. Были периоды, когда 2010 по 2014 год, когда были подъемы экономики, кто бы что ни говорил, поверьте мне, это были реальные подъемы реального сектора экономики. Я понимаю, это заслуги больше тогдашнего премьер-министра. Да, это заслуги больше Азарова Николая Яновича, когда это был единственный государственник за все годы независимости Украины. И именно благодаря ему удалось многие вопросы поставить на поток, чтобы экономика в Украине развивалась. Вот тогда действительно многие делались инфраструктурные проекты, вы знаете, и по Киеву многие граждане это ощутили, и по трассам, скажем, Киев-ЧОП и так далее. Ну, к примеру, сегодня мы практически не видим никакого нового строительства инфраструктурного, никаких новых инфраструктурных проектов. Шулявский мост. Ну, разошли 1 миллиард гривен. Упал, да. А так больше всего услышали какие-то обещания. Кирклия, это Вячеслава, длиннее министра инфраструктуры, да. Но больше, чем обещания, ну, пока, я думаю, мы ничего не увидим и не услышим ничего нового. Ну, обещать, жениться, это, я много раз говорю, это не значит жениться, понимаете. Вот, что мы видим только скандалы с любовницами, его, ну, и так далее, и тому подобное, да, которые назначают зарплату в 160 тысяч гривен, за ее присутствием в наблюдательном союзе, там, укрзалезлищие, например, да. Ну, вот такая вот ситуация. В Украине есть еще, и ценные направления, это, я повторяю, это аграрный бизнес и переработка, глубокая переработка аграрной продукции, вплоть до конечно товаров, да, пищевых продуктов. А если, например, говорить за аграрный бизнес, там, и особенно за переработку, то можно ли все эти проекты начать, не разрывав с Европой соглашение об ассоциации, потому что мы знаем, что там довольно жесткая экономическая часть, которая, ну, мягко говоря, не соответствует интересам экономическим Украины, и если, получается, мы говорим про развитие своей промышленности, про мегапроекты, про конкретно там и аграрный сектор, или обрабатывающий, или деревообрабатывающий сектор, то это сразу у нас получился конфликт интересов с тем, с той организацией, куда прямо в Конституцию у нас писали, что мы же идем туда, и тогда получается, что с Конституцией это надо вычеркивать или разрывать вот это соглашение про ассоциацию в ее экономической части? Вы знаете, я думаю, что, ну, вообще такие вещи в Конституции писать нельзя, это глупость, да, да, и думаю, что, да, действительно, но новый парламент, если он придет и в ближайшее время, и это будут нормальные люди, то я думаю, что новый парламент отменит эту статью Конституции, да, статью и, собственно, соглашение и вектор интеграции именно только в европейское пространство. Нет, я считаю, что Украина должна интегрироваться равномерно по всем векторам, и, прежде всего, она должна восстановить свои традиционные рынки, это рынки бывшего Советского Союза. Почему? Да потому, что у нас вся экономика, не только аграрный сектор, а вообще вся экономика, она же была системно интегрированной, понимаете, и вот дорожать вот эту взаимосвязь. Ну, мы по-живому порвали экономические связи, которые приносили нашей экономике в год, я тогда считал, да, где-то, вот считают, до 91-го года, когда Украина вышла из состава Советского Союза, да, я просто видел, что Украина, по сути дела, потеряла 120 миллиардов советских рублей. Это 120 миллиардов советских рублей в пересчете на то время, это где-то порядка 160 миллиардов долларов. А усчитывая, что инфляция доллара за эти годы составила уже больше 20%, посчитайте, умножьте 160 долларов, умножьте на 20-30 раз, это 3000%, но получается, что мы должны были бы иметь на сегодняшний день бюджет на уровне где-то 3 600, 3 триллиона 600 миллиардов долларов. На сегодняшний день всего 38 миллиардов долларов. Бюджет. к сожалению, время программы нашей подошло к концу, спасибо вам большое за содержательный разговор. С нами гостях был Анатолий Пешку, первый вице-президент Экономической Академии Наук Украины. Это была программа Без протоколов. С вами был я, ведущий Дмитрий Василец. До скорого. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова